Тариф «Аватар» так таксисты называют способ наказать клиентов, отказавшихся платить поездку. Водители собираются группой и заставляют неплательщика умыться зеленкой. Расправу снимают на камеры и выкладывают в интернет. Очередное такое видео из Омска появилось накануне и сразу же стало одним из самых обсуждаемых в социальных сетях. Горожане спорят по заслугам или получил несостоятельный клиент и было ли право у таксистов поступать так жестоко с человеком, который, может быть, просто забыл деньги. Ольга Качкурова попыталась разобраться, кто жертва в такой ситуации и какова позиция закона в этом вопросе. За сутки это видео собрало сотни комментариев. Мнения разделились. Одни пользователи взывают гуманности и человечности, другие предлагают взглянуть на ситуацию глазами таксиста, который работу выполнил, а денег не получил. Таксерики люди и у них есть семьи, которые нужно кормить. А таких кидаков пару попадется и получается отработал зря. А кушать что? А те, кто защищает этих людей, может вам благотворительностью заняться? Оплатите им такси и такого инцидента не будет. Это просто издевательство. По нему все видно, мог бы и не садить. Но толпой мы всегда смелые. А потом нас режут вот такие шреки, которые будут теперь бояться, что их побьют и покрасят. Подобных роликов в интернете десятки. Таксисты такую расправу называют тариф-аватар. Применяют и к мужчинам, и к женщинам. А вот по мнению полиции, каратели сами заслуживают наказание. По омской истории проводится проверка. Будет изучено непосредственно видео. Будут приняты меры по установлению и розыску лиц, разместивших данный видеоролик, а также лица потерпевшего от действий неизвестных лиц. Уже сотрудниками полиции будет дана всесторонняя оценка действием всех участников этой ситуации. В реальности же в этой истории закон не защитит никого. Так считают юристы. Аватар в полицию, скорее всего, не пойдет. А если и придет, то без видео их выкладывают в сеть не всегда. И доказать, что облился зеленкой он сам, а не по принуждению таксистов, будет сложно. Да и самих перевозчиков защитить от так называемых кидал некому. У нас в административном кодексе Омской области предусмотрена административная ответственность за безбилетный проезд только в общественном транспорте. В частности, там прописано в автобусе, троллейбусе, трамвае. То есть и административный протокол на пассажиро-таксист составить нельзя, потому что такой ответственности не предусмотрено. Если, например, пассажир таксисту не платит за проезд, какие у таксиста есть, чтобы свои деньги забрать? Ну, я не знаю, девушка как. Зеленкой абсолютно. Ну, нет, это не наш способ. С начала года к омским полицейским поступило 40 сообщений о конфликтах между пассажирами и таксистами. Большинство из них так или иначе связано с неоплаченным проездом. И пока в административном кодексе не появится соответствующий штраф, ситуация не изменится. Ольга Качкурова, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова